Китайские компании даже не скрывают, что пытаются быть похожими на компанию Apple И самое главное, что некоторым компаниям это неплохо удается Однако есть тонкая грань между тем, чтобы быть просто похожим и быть действительно как Apple Многие китайские смартфоны действительно похожи на iPhone Но это не делает их производителей такими как Apple Лишь с одним исключением, но я думаю, что смогу аргументировать свою мысль в этом ролике Сегодня мы говорим про Xiaomi, кстати, в Китае чаще всего эту компанию называют Xiaomi Xiaomi, как-то так Компания, которая в момент основания оказалась просто еще одной китайской фирмой, косящей под детище Джобса Уже действительно доросла до того, чтобы мы называли ее второй Apple Не без натяжки, но... Давайте вспомним, за что мы любим компанию Apple и ее продукцию И посмотрим, что делает Xiaomi, проведем, так сказать, параллель И первым пунктом у нас будет смелость Apple всегда поражала нас способностью вывести в топ какой-то очень странный или необычный продукт Причем такого типа, какой до нее уже сто раз пробовали конкуренты И продажи у всех были, скажем так, нулевые И в отличие от всех, кто не смог, Apple каждый раз может Музыкальный плеер, ультрабук, сенсорный телефон, планшет, умные часы Все эти вещи удалось раскрутить именно благодаря продуманной смелости Apple Что же у Xiaomi? И все не так плохо, как может показаться на первый взгляд Возьмем, к примеру, направление фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band 2 В каком-то смысле слова, золотой стандарт среди носимой электроники Все фитнес-трекеры сравниваются именно с ним Кстати, напоминаю, что фитнес-трекеры придумала явно не компания Xiaomi До этого шумела компания JoBone, компания Fitbit Fitbit все еще на плаву в Америке, а JoBone, как вы знаете, все Также можно вспомнить умные кроссовки Xiaomi, которые также далеко не уникальны по своей функциональности Но выстрелили именно у этого бренда И сейчас многие уверены, что единственные в мире умные кроссовки сделала именно Xiaomi Это успех Конечно, вы можете сказать, что заслуги Apple и заслуги Xiaomi находятся в разных весовых категориях И будете правы, но не стоит забывать о том, что и капитализация бренда тоже очень сильно отличается Но вот что действительно различает эти две компании, так это чувство меры Apple подумала-подумала и не стала выпускать, к примеру, свой телевизор или автомобиль Xiaomi же предпочитает производить все, до чего дотянется и потом уже смотреть на результат В мире популярной игры StarCraft Apple была бы, наверное, чем-то наподобие протосов А Xiaomi, конечно же, была в лице зергов, постоянно голодных И раз мы уже заговорили про компьютерную игру-стратегию, давайте остановимся на стратегии двух комбайн Все, кто пользуется техникой Apple, знают, как тесно переплетены эти гаджеты в единую, чрезвычайно эффективную экосистему Но и Xiaomi также старается объединить всю свою продукцию в одну систему И надо сказать, что тут как раз так называемый Zerg Rush компании играет ей на руку На сегодня Xiaomi выпустила под полсотни разных приборчиков для умного дома Типа лампочек, чайников и прочих умных розеток И все они завязаны на одно приложение У спортивных гаджетов Xiaomi все так же продумано Есть у Xiaomi свое облако для хранения фотографий и все остальные сервисы В общем, ребятам действительно не откажешь в попытках мыслить системно Дизайн Вместо тысячи слов просто посмотрите на очиститель воздуха компании Xiaomi Либо же на их умный пылесос А теперь на чайники Можно вечно троллить компанию Xiaomi за копирование айфонов и макбуков Тут, конечно же, нужно не забывать, что это в принципе как бы в крови любой китайской компании Но Xiaomi действительно не все равно, как выглядят их устройства И если в какой-то момент им понадобится что-то позаимствовать у другой компании Они это обязательно сделают Если компании Xiaomi нужно что-то придумать, она это придумает И вот эти качества очень сильно роднят Xiaomi с компанией Apple Которая поступает в принципе так же Посмотрите на старые прототипы устройств компании Apple Большинство из них было просто слизано с техники Bosch того времени За что, пожалуй, нужно отдельно похвалить Xiaomi Так это за то, что они никогда не экономят на технических характеристиках и на начинке устройства Нет, конечно же, так же как и Apple Иногда они могут не додать количество гигабайт оперативной памяти смартфону Лишь для того, чтобы подстегнуть интерес к другой модели своего устройства В любой технике Apple всегда будет стоять один из самых производительных для своего времени процессоров И один из мощнейших графических ускорителей Xiaomi пусть и на своем уровне, но следует этому же принципу Компании считают, что лучше зарезать себе маржу, но поставить в смартфон процессор от Qualcomm Соответственно, работают смартфоны Xiaomi быстрее и стабильнее, чем аналоги от третьего эшелона на медиатеке И раз уж мы заговорили о железе, отметим и стремление Xiaomi перейти на собственные комплектующие Вслед за Apple компания уже выпустила смартфон на собственном процессоре И в будущем наверняка будет развивать это направление И наконец поговорим о поддержке своей продукции Да, именно так, компания Xiaomi неожиданно лично для меня сделала очень интересный ход Пятилетний цикл поддержки своих устройств То есть на протяжении такого количества времени на их смартфоны прилетают обновления И самое что интересное, по скорости работы и по времени автономной работы Старые устройства Xiaomi работают, допустим, быстрее и даже дольше, чем, к примеру, iPhone 5s Который, к слову, тоже уже поддерживается компанией Apple который год Видите какие сходства Эту информацию, конечно, не стоит воспринимать буквально Потому что возможности, финансовые возможности у компании кардинально разные Но несмотря на это, все равно видно, что Xiaomi старается улучшать свои продукты И быть лучшей версией самих себя И главное, не используют для этого фальшивого Стива Джобса, как другие китайцы Что же касается денег, то в этом году компания Xiaomi хочет выйти со своими акциями на IPO И если местные инвесторы окажутся благосклонными, то капитализация бренда взлетит до небес Из-под небес И вот тогда Xiaomi сможет реализовать свой стратегический потенциал уже на совершенно ином уровне И от этого становится весьма страшновато И должно быть страшновато в первую очередь для конкурентов Если вы, так же как и мы, нашли взаимосвязь между двумя этими брендами Ставьте лайк под этим видео Подписывайтесь на канал Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео И заходите к нам почаще в телеграм-канал Там много свежих и актуальных новостей С вами был Иван Лучков и канал Алло Пока Субтитры сделал DimaTorzok